Ничего лишнего, только бизнес. Обсуждали в среду в рамках открытого форума прокуратуры региона. В данном формате сотрудники надзорного ведомства собирают представители органов власти и бизнес-сообщества уже в третий раз. На повестке всегда злободневные вопросы. Соблюдение прав предпринимателей, меры по защите малого бизнеса и контролю за ним. Прокуратура отчиталась в результатах своей работы в данном направлении. В прокуратуре выявлено более трех тысяч нарушений закона. Принесено более 50 протестов. Внесено почти 600 представлений. По актам прокурорского реагирования привлечено к различным визитам ответственности 436 должностных лиц. Есть успехи в нормативно-правовом регулировании данной сферы. В нормативно-правовом актах содержались незаконные предположения, которые устанавливали необоснованный длительный срок оказания муниципальных услуг. Непредусмотренные федеральным законом основания для отказа в предоставлении услуг, обязанность предпринимателей по предоставлению излишних документов, увеличенные сроки проведения проверок, а также имелись факторы расширения предметов государственного надзора и оснований для проведения проверок. Всего в истекшем году прокурорами выявлены незаконные положения в 274 нормативных правовых актах, содержавшие административные ограничения. Со своими проблемами предприниматели не спешат идти в надзорный орган. Первая инстанция – профильный омбудсмен. К нему регулярно обращаются с жалобами на таможенную службу, налоговую и прочие ведомства. Не помогает снизить административную нагрузку даже мораторий на проверки. Как показала практика, при наложении моратория на плановые проверки возросло число внеплановых проверок. И при рассмотрении обращений предпринимателей были случаи, когда действительно проверки назначались необоснованно. Совместными усилиями аппарата уполномоченного и прокуратуры Ивановской области данные нарушения были выявлены, права предпринимателей восстановлены, а в адрес нарушителей прокуратуры были внесены представления. Снедрение рискориентированного подхода к проверкам бизнеса, расширение перечни видов государственного контроля и надзора. Ожидается, что когда система полностью актуализируется, бизнес будут кошмарить проверками намного меньше. Ровно столько, сколько нужно для поддержания порядка. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.